Этот памятный знак появился около пяти лет назад. Его установили по инициативе краеведа Виктора Малыхина. Еще до основания станицы Гастагаевская здесь было укрепление русской армии. Империя стремилась закрепиться на территории, полученной по итогам русско-турецкой войны. Здравствуйте. Вы помните меня? Я к вам сюда четыре года назад приходил. Помню. Когда первый раз пришел сюда, это было 10, а может 15 лет назад. Мне привел один мужчина. Швединский привел. Швединский, да. Вот память хорошая. Швединский привел. И я помню, вы что сказали. Вы сказали, вот здесь был ров. И когда вот Валентина Григорьевна сюда снохой пришла, говорит, здесь на лошадях трудновато было, на телеге, значит, переезжать. То есть, когда молодой она была. Валентина Григорьевна живет здесь более 60 лет. Тогда местные жители в буквальном смысле ведрами сдавали на металлолом ядра и кортечь. Кое-что находят до сих пор. Еще больше были. Больше были, да, еще? Да, еще больше были. Их сдавали, сдавали, и ребята. Вот, вот. На металлолом. Ну, вот Лидия Ивановна, родственница ее, которая здесь в детстве жила, она нарисовала мне рисунок. Там, наверное, тонны две или три ядра лежат. Вот, не маленькие. Ну, я понял, да. Ну, я побольше достала. Вот, примерно такие. Когда я пришла сюда, вот этот ров был очень глубокий. Очень глубокий. Даже дача там за кухней, ступеньки были там тоже ров. Вот остатки, наверное, рва. История в буквальном смысле на заднем дворе. Это не была крепость в прямом смысле. Ров и вал на случай, если нужно будет держать оборону. Согласно документам, 15 пушек. Это был, говоря современным языком, блокпост. Аналогичные были в районе Натухаевской, Ворениковской, Раевской, Анапской и ряда других станиц. Вместе они получили название Кавказской линии. Тогда Британская империя стремилась ослабить конкурента, а Османская взять реванш. Среди горцев продвигалась идея создания независимого государства. В том числе противостояния на религиозной почве. В разгар Кавказской войны линия укреплений была покинута. А в 1862 году был создан Анагумский казачий полк, который получил задачу вернуть контроль на доставленной ранее территории. Я не казачка, я саратовская. Слушайте, а мы земляки. А где сам это? Я замолвил. Саратовской области? А, ну, что ли дальше? Ну, Иванзеевский район, Пугачевск. Слышали? Виктор Малыхин приехал в Краснодарский край в 1988 году. Он учитель истории. При поддержке руководства школы, администрации, а также местных жителей, 20 лет назад создал краеведческий музей. Мне, во-первых, затянула история станицы. А во-вторых, я понял, что, ну, это дети же должны знать. Подрастающее поколение должно знать. А оно не знает ниоткуда станица взялась, ни что во время войны было. И вот так постепенно, вот, не могу назвать какого-то конкретного дня, но вот, проводя краеведческие мероприятия, вечера, где мы стали конкурсы устраивать, и приходили сторожилы станицы, и судили, ну, комиссия, они как... И вот это, появились первые экспонаты, значит, как-то, и вот это вот показало, что это нужно. 336 казачьих семей по приказу прибыли в район бывшего Гастагаевского укрепления в апреле 1862 года. Строились быстро. Для школьников наглядно показано как. Каркас из камыша или веток обмазывали глиной. Месили саман. Все можно потрогать руками. Экспозиция пополнялась постепенно. Много находили в буквальном смысле в огородах. Здесь же вещи, которые передавались из поколения в поколение. Несмотря на большое количество артефактов, самым главным экспонатом Виктор Малыхин считает копии документов из архива с именами и фамилиями первопоселенцев. Их потомки до сих пор живут в Гастагаевской. Многие увлеклись историей своей семьи и станицы.